Как, например, пробежать 25 километров в день, но в то же время не убиться. Например, это может быть 5-6 километров до завтрака, 12-13 километров темпового бега, и потом вечером в конце дня пробежать еще 5-6. Друзья, салют! Друзья, давно не виделись, с вами снова Виктор Осокин. Есть две причины, по которым я решил сделать новый проект. Первая причина, ко мне поступило много обращений с предложением продолжить серию эпизодов про триатлон. Ну и вторая причина, наверное, основная, это то, что я отобрался на Чемпионат мира 2018. Я сделаю несколько эпизодов, в них расскажу, как отобрался на Чемпионат мира, какой это был путь. Отдельно я хотел бы рассказать про то, как будет строиться подготовка, потому что фактически осталось примерно полтора месяца. Такая самая важная фаза подготовки. Мы поговорим о каждом отдельном виде спорта, о плавании, о велоподготовке, о велобеге. Я надеюсь, что в этих эпизодах информация будет полезная и тем, кто хочет, мечтает, целится попасть на Чемпионат мира по Ironman, а также тем, кто просто готовится пройти эту дистанцию. Опять же, почему? Потому что подготовка на Чемпионат мира – это такой же длинный триатлон, такая же классическая дистанция, и подготовка к ней принципиально не вносит ничего нового. Итак, что такое Чемпионат мира? Так получилось, что примерно 40 лет назад триатлон, как вот такой спорт, который мы сейчас его знаем, каким мы сейчас его видим, он зародился на Гавайях и, собственно говоря, вот начал там свой шаг по планете. И сейчас есть разные серии по триатлону, есть серии челлендж, есть серии российские, например, есть испанские, французские, американские. Но так сложилось, что Ironman, серия Ironman, она самая известная в мире, в ней участвуют самые сильные спортсмены, она самая массовая, самая развитая, и, конечно же, это дает ей определенный статус. Сейчас проходит порядка, там, больше 40 соревнований в серии Ironman на длинную дистанцию, и огромное количество соревнований на более короткие, на половинки, на олимпийские дистанции. И вот с этих 40 стартов с лишним есть возможность отобраться на Чемпионат мира, который проходит на Гавайях. Как происходит отбор? То есть на Ironman, Чемпионат мира, можно попасть несколькими способами. Можно выиграть в лотерею, можно купить так называемый спонсорский пакет, заплатив достаточно серьезную сумму денег, получив право участвовать в Чемпионате мира. Слоты также выдают отдельно звездам, каким-то знаменитостям, просто так, чтобы каким-то образом поднять известность этой гонки. И основной, конечно, и, на мой взгляд, самый правильный способ отобраться и поучаствовать в Чемпионате мира, это, собственно говоря, своим результатом квалифицироваться, доказать, что ты сильный спортсмен, что ты можешь участвовать в Чемпионате мира среди таких же сильных спортсменов. В этом году Кона будет проводить в 40-й раз Чемпионат мира, и, конечно, это дает определенный статус. У меня особая мотивация была попасть именно на 40-й юбилейный Чемпионат мира, получить этот слот, получить это право. Посмотрим, что из этого получится. Итак, друзья, на борту у меня сейчас 9 длинных дистанций. Первая гонка была в Барселоне. Она, безусловно, запомнилась тем, что это как прыжок в неизвестность, как прыжок с парашютом. То есть ты знаешь, что тебя ждет. Ты получил все инструкции, ты несколько раз тренировал то или иное, но когда ты делаешь это впервые, безусловно, меня ждали все самые яркие впечатления от того, что ты делаешь неизвестные до этого тебе вещи. Также я сделал две гонки во Франкфурте. Это чемпионат Европы, статус этой гонки. И, конечно же, если сравнивать по организации, но одна из лучших в мире. Там можно видеть большое количество звезд триатлона, соответствующая поддержка, соответствующее количество участников. Очень здорово. Вторая гонка, которую я также прошел дважды, это Ironman Malaysia. Одна из самых, наверное, суровых с точки зрения температурных условий гонка, потому что там, помимо жары, которая составляет примерно 30 градусов, очень большая влажность, и поэтому эта жара ощущается, ну вот, как будто ты поставил велостанок где-то в хамаме или в турецкой парной, вот у тебя задача сделать 9-часовую, 10-часовую гонку в таких условиях. Отдельно хочу сказать, что я дважды прошел Ironman Lanzerot, и сейчас я считаю, что, наверное, это то место, куда хочется постоянно возвращаться, потому что гонка, безусловно, носит, ну, какой-то такой эпохальный характер. Во-первых, это островная гонка, то есть все жители этого острова, они все знают, в какой день она проводится. Они целый год ждут этой гонки, и они готовятся к ней, они готовы приветствовать всех и каждого спортсмена, которые туда приехали. Во-вторых, это, ну, единственный, по-моему, масс-старт, который остался из европейской, по крайней мере, серии, потому что везде сейчас роллинг-старты. И это сделано из соображений безопасности, из-за того, что много людей жалуются, что некомфортно забегать толпой в воду, но все-таки вот это ощущение первобытности, когда ты забегаешь вот в толпе полутора-двух тысяч человек, ну, оно, наверное, ни с чем не сравнимо, да, и таковым триатлон родился, таковым он проводился долгое время, и я считаю, что вот эта идея оставить старт именно с масс-стартом в воду, это очень здорово, и именно на Лансерот вы можете это испытать и попробовать. Также я сделал одну длинную дистанцию на российском старте в городе Сочи. Мне удалось в прошлом году там выиграть свою возрастную группу и занять четвертое место в Абсолюте, и последняя гонка была в Великобритании, это был Ironman UK в городе Болтон. Это такая практически центральная часть Англии, такая, я бы сказал, периферийная немножечко, и я приехал туда за четыре дня специально, чтобы посмотреть, как выглядит плавательный этап, как выглядят другие этапы, и могу сказать, что вообще настрой был настолько боевой, что я не сомневался в том, что отбор на этой гонке должен состояться. Ну, понятно, что гонка есть гонка, и все может произойти в ней. Были какие-то моменты, связанные с тем, что из-за очень такой серьезной жары в Европе, в Англии, ну, горели леса, и велоэтап буквально вот за три дня поменяли, сократили до 155 километров. Для меня это был больше минус, чем плюс, потому что велоэтап – это как раз тот этап, на котором я могу отыгрывать проигранные минуты на плавании и, возможно, проигранные минуты на беге. Но гонка прошла достаточно удачно. Я проплыл час десять. Для меня в гидрокостюме – это, конечно же, достаточно такое среднее время. Я напомню, что за два месяца до этого на Лансурот я проплыл за час нуля дна. И, конечно, когда я вылез с воды, меня немножечко это расстроило. Но ничего, я понял, что надо развивать успех на велоэтапе. На велосипеде я достаточно хорошо приложил усилия. И если я вылезал с воды тридцатым в своей группе, то на велоэтапом, по результату велоэтапа, я был уже шестым. Выйдя на бег после велосипеда, я каким-то образом спазмировал внутри то ли желудок, то ли какие-то внутренние органы. Но, тем не менее, я не мог в течение первых двух километров бежать, потому что проблема была разогнуться. То есть я разгибался, мог спокойно идти, но как только я переходил на бег, ну, становилось просто больно настолько, что я не мог бежать. Где-то после второго километра это ощущение отпустило, я смог начать свой бег. За это время пару соперников, которых я, конечно же, контролировал, смогли меня обогнать. Но на беге я уже на десятом, на пятнадцатом, на двадцатом километре догнал свое как раз-таки шестое место. И на финиш я пришел с результатом 9-16. Это с учетом, естественно, укороченного велоэтапа. Я финишировал шестым в своей группе. И на следующий день, когда я пошел на церемонию вручения слотов, ох, уж это, конечно, были самые настоящие нервы. Почему? Потому что не было понятно, все-таки пять или шесть слотов будет в моей группе. Это первое. Второе. Будет ли роллдаун? Потому что если участники не отказываются и все слоты выбираются, то тогда, ну, собственно говоря, ты ждешь следующего шанса на следующей гонке. Тем не менее, парень, по-моему, с четвертого или с пятого места отказался брать слот. И в этот момент я понял, что все, это мой слот, я его забираю сто процентов. Это очень такая торжественная церемония, где тебя вызывают, тебе вручают бутылку гавайского пива, тебе вручают этот железный слот, медалька. Посмотрите, как она выглядит. И по результатам ты понимаешь, что все, тебе остается два месяца. Ты можешь ехать домой и готовиться к чемпионату мира. В эпизодах мы покажем последние приготовления на коне к самому чемпионату. И сделаем обязательно ролик про то, как прошел сам чемпионат, какие ощущения в нем, до, после. Все это вы увидите в этих эпизодах, которые появятся в самое ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok